Генеральный партнер программы «Торговая группа Абсолют». Официальный партнер программы «Строительная компания Бургражданстрой». В принципе, выборы проведены грамотно. Как улан-уденцы отреагировали на принятие поправок в Конституцию? Работают они из рук вон плохо. На словах отличный, а на деле эталон. Резюмируем мнение жителей ПВЗ про новую управляшку. Итак, голосование прошло. Главный итог – поправки приняли. А теперь детальнее. В Бурятии почти 72% избирателей поддержали поправки в Конституцию. Против проголосовало 26,5%. Всего на избирательные участки пришло почти полмиллиона жителей республики. Это 64%. Самые высокие явки по районам Вьеравни, Кижинге и Закамни. Меньше всего в Муйском, Севербайкальском и Иволгинском районах. Своя особенность там, которая была – это соблюдение всех правил бесконтактного голосования. Соблюдение в средствах индивидуальной защиты. И фотографии есть, где жара. И, соответственно, члены комиссии в экипировке. Ну, зрелище, конечно, такое. Но, по крайней мере, СИЗы выдавались тем, кто голосовал. Это имело место. Имели место конфликты и недопонимания. Например, создать резонанс пытались коммунисты. Так, помощница депутата от КПРФ проголосовала дважды. Сначала у себя в районе, а потом в городе. Теперь и ее, и члены комиссии привлекут к административной ответственности. Потому что обвиняют дважды проголосовавших. Проверили всех, которые в этом эпизоде задействованы, в переносном ящике. Провели проверку. Там были наши голосующие не только в городские, но и из других районов. Во всем сверили, не голосовали. В целом, выборы прошли конструктивно, спокойно. Люди имели возможность изъявить свою волю. По мнению общественных наблюдателей, проверки не выявили серьезных нарушений. Голосование прошло спокойно. А как отнеслись к голосованию Улан-Удэнсы, смотрите без наших комментариев. Да, голосовали еще давно, в первые дни голосования. Все, да, довольно хорошо прошло. Мне понравилось. Я голосовал. И я больше скажу, мы работали общественными наблюдателями на выборах. И, ну, в целом, я не удивлен результатом голосования. Почему? Потому что непосредственно видел, да, ход этого голосования. И, ну, как решил на год, так и встал. Я сходила, проголосовала, посчитала нужным. Ну, я там свой выбор сделала в голосовании, поэтому особо комментировать не хотелось бы. Потому что это касается пенсионеров и инвалидов, и всех прочих, прочих. И особенно матерей многодетных. Это очень хорошая поправка в Конституции. К сожалению, я не смогла проголосовать. А результат, ну, этого, наверное, следовало ожидать. Наголосовал против, как бы. Ну, по статистике у нас получается за нам. Ну, в принципе, выборы проведены грамотно. Я на своем участке, я был наблюдателем, не буду говорить, на каком участке. Я был наблюдателем, и у нас все прошло грамотно, без нарушений. Все же для народа делается, для людей. Не зря, ну, как бы для себя, он для своих не будет плохо делать. Ну, так все, как будто все вот эти поправки, которые там сделали, ну, как бы разработаны, все для нас. Озабочен тем фактом, что голосование шло сразу за принятие всех поправок. То есть не за отдельные, а всех вместе. Жизнь на необходимые, важные, вот та же, допустим, территория, да, чтобы не было отчуждений. Нужно было, потому что нужно жизнь менять маленечко. Я проголосовал за, да, потому что, просто потому что проголосовал за, да, пофиг вообще. Я проголосовал еще 25-го числа, потому что мне было любопытно, какие созданы условия на этих пунктах. Явка, могу сказать, что гораздо выше, чем в предыдущие годы была, ну, конкретно на нашем участке. Сама конституция достаточно размытая, а доверия Путина в повестке не было, она подразумевалась, но не было. А против чего воевать непонятно на самом деле. Ведь в конституции человек труда, в конституции пенсионеры, такая достаточно размытая политическая, политехнологическая повестка, да, она не дала возможности оппозиции, ну, прежде всего, в нашем случае, в нашем регионе коммунистам, сыграть во что-либо серьезное. Не было шансов у коммунистов что-либо серьезное здесь все предпринять. Человек мог выбрать тот день и то время для голосования, когда ему удобно. Во-вторых, была опция голосовать онлайн, в-третьих, лотерея, народный бюджет, и, ну, то есть это комплекс, как вы понимаете. А когда работает комплекс факторов, это свидетельство о том, что сами выборы на уровне субъекта были организованы достаточно хорошо. Тем временем кто-то считает, что конституция – это снегопад, а политика – это когда кто-то болеет. Им еще нельзя голосовать, но именно их устами глаголит истина. Эксперты, с мнением которых не поспоришь. Смотрите сами. Знаешь, что такое президент? Президентов? Чтобы плавать на бассейне. Плавать на бассейне? Ты бы хотел, когда вырастешь, стать президентом? Конечно. Президент – это такой человек. Должен всякие истории по телевизору показывать, искуски какие-нибудь веселые. Он должен помогать, забыть, всегда быть умным. Владимир Путин что-то слышал о таком, но не знаю, что-то слышал о таком человеке, но не знаю его. Ну, у тебя еще будет время узнать. Владимир Путин – это Москва, Москва нашей родины, Россия. Я придумал песню по нему «День Победы», так как он был от нас далек. Это ты придумала эту песню? Нет, это мама придумала. Путин – это тоже Вова. Главный Путин в Россию. Наверное, Владимир Путин тоже рассказывает про коронавирус. Это такие передачи. Владимир Путин – это президент России. А что такое конституция, знаешь? Нет. Конституция – это когда дети должны рассказать, тетенькие дяди, что они знают. Конституция – чтобы идти по снегу. Институт. Институт? Да. Как только мы подумали, что с господством эталона С на ПВЗ покончено, на горизонте появилась еще одна нерадивая управляющая компания. Жалобы наука отличные, таки сыплются в нашу редакцию. Однако в офисе управляшки уверены, что они ангелы в оплоти. Илья Балханов с подробностями. В своем понимании отлично – это второй эталон С. Работают они из рук вон плохо. Дворник приходил, только чуть-чуть разметал крылечки, снег с крылечков. Подъезде у нас теперь безобразно грязно. В этом скверике ни разу не косилась трава, ни разу не убирался мусор. Вокруг дома у нас ничего никогда не убирается. Заявки вовремя не исполняются. Вообще относятся как-то так вот наплевательски ко всему. То есть вот деньги они собирать готовы. Я не согласна, что нас обслуживает данная организация. Отлично, мне такое ощущение, как бы наплевательское отношение. Им вообще ничего не интересно. Сейчас сошли, как ремонт делать. Там в подвалах вообще черт-те что. И потом срезали все трубы. И это управляющий директор отличного Кристина Александровна утверждает, что очищайте свои подвалы. То есть мы должны сами очищать. Работой отличного недовольны многие жители домов по всему городу. То, что вы видели ранее, лишь малая их часть. Практически каждый день к нам в редакцию звонят и жалуются на бездействие этой управляющей компании. Мои коллеги уже сняли не один репортаж. Но отличный все никак не может признаться в своей халатности. В отличном уверены, что как раз они-то во всей этой истории красавцы и молодцы, которые за свои дома готовы к осмелечь. Но реальность с ними не согласна. Вы довольны работой своей на домах? Ну почему нет? Конечно, что значит довольны? Мы работаем для жильцов. То есть, конечно, у кого-то есть и нарекания, кому-то все устраивает. То есть мы каждому собственнику пытаемся пойти, найти подход и решаем данные проблемы совместно с жильцами домов. Они работы никакие не предпринимали. В моем понимании, отлично, это второй эталон С. Работают они из рук вон плохо. Отлично, мне такое ощущение, как бы наплевательское отношение. Им вообще ничего не интересно. Я, конечно, сама лично съезжу на эти территории прямо сейчас после вашего отъезда и проверю, какая там чистота. Но была бы по всей территории, я раз в неделю объезжаю. Сейчас будет немного полезной информации, после которой мы сразу же вернемся. Минут 10 работы. Казалось бы, да, для каждого это пустяк. Но вот сколько мусора, целый пакет. Забери мусор с собой, чтобы вкусно поесть. В Бурятии подвели первые итоги экологической акции. Это на первом этапе. А вообще-то, вообще-то уже давно ставится вопрос о строительстве подземных паркингов. Главное, площадь Бурятии скоро изменится. Повлиять на новый облик центра столицы может любой горожанин. Пиццей накормили, машину помыли, зубы почистили. Все, как и обещали. В Бурятии подвели итоги первой недели экоконкурса «Забери мусор с собой». Условия необычные и полезные, акции простые. Отдыхая на Байкале или на природе, нужно убрать за собой мусор. За собой или за другими. Победителей определяют каждый вторник. И так будет до конца лета. Так что шанс сделать Бурятию чище и вкусно пообедать есть у каждого. Героями этой недели стали супруги Алексей и Анна, а также их друзья. Они убрали горы мусора на Верхней Березовке, в том месте, где обычно устраивают фотосессии, просто отдыхают, а также проводят выездные регистрации браков. Баир и Ульяна, так написано в аккаунте, не смогли пройти мимо пластиковых бутылок, оставленных на берегу Байкала. Минут десять работы. Казалось бы, да, для каждого это пустяк. Но вот сколько мусора, целый пакет. Плюс еще кто-то свои очки забыл. Мусор бывает разным. Кто-то забыл очки, а кто-то оставил после себя временную баню. Опасные отходы, пластик, острые саморезы и сучья убрал другой неравнодушный герой – Цидин Балдоев. Пожалуй, самым необычным способом на борьбу с мусором вышли Федерация брейк-данса Бурятии и спортивный клуб Хабой. Супругам-ординарствам достается пицца от пиццерии Дзен и сертификат на очистку зубов от Виктории Клиник. Баир Энн Ульяна. Вам достается сертификат на автомойку от Capital Pro. Цидин Балдоев. Вам достается сертификат на мойку и тысяча рублей. Тысяча рублей. Ну и творческой спортивной банде, спортивного клуба Хабой и Федерации брейк-данса Республики Бурятия достается две пиццы от пиццерии Дзен. Итак, чтобы получить приз, необходимо поделиться фото или видео до и после уборки в своих социальных сетях в виде поста или сториз. Поставить хэштег «Забери мусор с собой» и отметить аккаунт New Energy 03. Призы разыгрываются каждую неделю. Какой должна быть площадь советов с деревьями и газоном, с парковками и общественным туалетом? Стоит ли вообще что-то менять? Улан-Удэнские архитекторы считают, что преображение главной площади столицы Бурятии просто необходимо. Они предоставили предварительную концепцию. После доработки ее опубликуют на сайте «Активный горожанин». Как может измениться облик главной площади Бурятии? Смотрите далее. Мало кто помнит, но до 70-х годов площадь советов была сквером. Деревья вырубили для того, чтобы новый памятник Ленину был хорошо виден. С тех пор мало что изменилось. Но, как говорится в песне Виктора Цоя, перемен требуют наши сердца. Архитекторы представили концепцию благоустройства главной площади Бурятии. Вы знаете, я здесь живу давно и вдохновляюсь только городом Улан-Удэ, потому что он достоин лучшего благоустройства и благоустройства, естественно, общественных зон. Ключевой общественной зоной является площадь советов. Сажать деревья на площади не будут, ведь она является местом для проведения важных мероприятий. Только здесь, например, на 9 мая или в день города может собраться сразу несколько тысяч человек. Так что проблему озеленения будут решать другими способами. Вот эти деревья, физиологически переросшие вдоль улицы Ленина, которые убрали, очень трудно пришлось это решение принять, убирать деревья или не убирать. Но другого варианта не было. Для того, чтобы уложить брусчатку, надо было вскрыть, убрать корни, и что и сделано было. На месте этих деревьев посажена аллея. Аллея Яблонева. Она в продолжении вот той аллеи, которая идет уже по улице Ленина. Деревья еще вырастут, да? Конечно, они вырастут. Через три года их уже можно будет сформировать. Через пять лет это будет полноценная аллея. Здесь же предлагают разместить газоны и лавочки вдоль пешеходных линий. Рядом с достопримечательностью Бурятии, самой большой головой Ленина в мире, возможно, появятся камерные фонтаны и водные композиции. Мы эти фонтаны называем ландшафты Бурятии. То есть вот река Уда, вот они эти камни, олицетворяющие горы, вот с них вода. Мы следом, когда нам сказали, это не пойдет, следом сделали вот тот же фонтан, но только с чашей, с уксе, тоже с бронзовой чашей. Но она тоже хорошо будет. То есть вот эти фонтанчики, они камерные, они не испортят вот эти зеленые, два зеленых этих газона, они просто обогатят. Помните, когда-то на этом месте был пешеходный переход. Мы ходили по нему годами, конечно же, привыкли к нему. Так вот, архитекторы хотят его вернуть на прежнее место, только сделают его подземным. Там же разместят общественный туалет. Та ситуация, когда молодоженную, ну ждут, когда машины пройдут или там вот под колесами все это переходить. То есть организовать этот подземный переход. Но сделать его многофункционально. Там же сделать и туалеты подземные. И тоже арт, искусство сделать на стенах там все это. То есть и коммуникации затолкать туда, необходимые для фонтана, которые вот здесь. Парковки занимают, вот до Ленина большая парковка занимают работники вот этих всех окружающих зданий административных. Вот. И просто административным актом надо сделать так, чтобы не более двух с половиной часов они стояли и уезжали. Это на первом этапе. А вообще-то, вообще-то уже давно ставится вопрос о строительстве подземных паркингов. В слове концепция нет слова проект. Понимаете? Это концепция, это требования, мероприятия, задачи, предложения, предложения, которые оформлены графически в нашей концепции. И она же дала возможность, это концепция, самая основная задача была выполнена, дала возможность вести благоустройство на улицах. В любом случае, концепция нового облика площади Советов предварительная. После доработки ее вынесут на сайт «Активный горожанин» для обсуждения улануденцами. Кривые ступени, сколы и зазоры в клумбах. С такими жалобами к нам обратились отдыхающие у фонтана на Мемориале Победы. Горожане сетуют. Где же, если не в самом центре города все должно быть красиво? Такие косяки, результат эксплуатации или все же некачественных работ? Возмущение улануденцев выслушала Аюна Чертарова. Отдыхали мы, значит, после съемок в сквере Победы, но к нам подошли и попросили обратить внимание городских властей на ситуацию, которая происходит на Мемориале. Здесь совершенно новый ремонт, все сделано не так давно и на первый взгляд все красиво очень. Но наше внимание обратили на вот такие, на первый взгляд, незначительные вещи. Но если приглядеться, то действительно это существенные недостатки. Смотрите, эти вещи должны быть сделаны красиво. Смотрите, вот по линии, они не высолены кривой. Разные бульты не соответствуют. Здесь вообще просто сонно, да? Не, ну, то, что они должны быть подогнаны, так действительно. Не, ну, без этого видно. Вот, должно быть подогнаны, понимаете, вот он шок. Да, ну, здесь хорошо сделано, да? Да, ну, где функционально, что-то такое. Опять не вылезли, вылезли, вот, осталось. Это же достаточно опасно, который может вступиться, может. Мимо наступить, думать, такая, это как вот. Нас попросили выяснить, узнать, не знаю, такой, в общем, вопрос. Насколько это нормальная ситуация и можно ли что-то с этим сделать. Впрочем, ответить. А еще нам пожаловались на пожелтевший газон, громоздкие урны и скамейки. Последнее, конечно, больше дело вкуса. Но, тем не менее, мы направили все претензии в Комитет городского хозяйства с просьбой разобраться в ситуации. Напомним, мемориал Победы открыли после ремонта в 2016 году. Тогда на реконструкцию потратили более 50 миллионов рублей. Улануденцы хотят быть похожими на Винни-Пуха. Настало время нашей любимой рубрики, где мы узнаем у горожан милые подробности. Например, о том, какой день из жизни они считают лучшим. Или на кого из героев мультфильмов хотели бы быть похожими. Например, я хотел бы быть... Ну, сейчас сами узнаете. Наверное, свадьба. Вы помните самый счастливый, самый лучший день в своей жизни? Да, конечно. А есть ли не секрет такое? Когда родила сына. Когда я себе комп собрал, да, я прям гордился этим. Да. На райзоне третьем. И потом видяху себе взял через год. Да. Вот эти мои прекрасные моменты жизни. Помню. А есть ли не секрет, ну какой? Не буду говорить. Рождение детей. Самый лучший день, когда я закончила школу. Помните самый лучший день в своей жизни? Нет. Самый лучший день в моей жизни? Такой прям, который сразу приходит в голову, такого нет, пожалуй. Потому что все дни классные. Мы недавно ездили на стоянку ГСР. Мне очень было, ну прям душевно. С моей подругой. Не знаю. Наверное, да. Ну, если не секрет, то какой? Недавно гос издала на пятерку. Поздравляю. Спасибо. Помните ли вы самый лучший свой день? Да. Какой, если не секрет? Это был мой день рождения. А у вас? Когда родилась моя племянница. Я себя не ассоциирую, к счастью, с мультперсонажами. Гарри Поттером. Павка Корчегин. И как здесь скалька закалялась сталь. Капитан Джек Воробей. Муана. Да, любимый мультфильм. И она похожа. Я бы хотела быть Гарфилдом. Гарфилдом. Ну, типа, сидишь, ешь лазанью, смотришь телек на диване. Мне кажется, это была бы Анна из Холодного сердца. Новый персонаж совершенно. Мультипликационным персонажем. Не знаю даже. Иногда, а, я знаете, когда мы с мужем сравниваем. Мне кажется, он заяц, а я ежик мудрый. Мне кажется, он такой забавный, который требует забот. Как мужчина. А мы, женщины, как мудрые ежики в мультиках. Винни-Пух. Я бы была Зоушкой. Тоже кем-то из Принцесс Дисней. Красавица и чудовища. Ну, красавицей была бы. Я хотел бы быть дипером. Почему? Он прикольный, потому что... Я была бы Винни-Пухом. Он много ест и ему клево. А я была бы русалочка, потому что сейчас хочу воду. Очень жарко. Я бы там не подумала. А кто там еще в воде? Краб. Мультик, русалочка есть там? Это маленькая рыбка, желтая. Вот я бы была. Да. Я была бы. Он такой лапочкой и маленький. А что бы на их месте ответили вы? Подумайте и напишите нам в соцсетях. Там очень много интересного. Полистайте как-нибудь на досуге. А я на этом прощаюсь. До скорого. Покупай в Абсолюте выгодно. Чипсы Лейс со скидкой 24%. Всего за 44,89. С заботой. Ваш Абсолют. Своя квартира в центре города? Все просто. Ипотека всего за 2%. Бургражданстрой. Ведущий застройщик Бурятии. Квартиры без посредников. Подробности по телефону 22 22 50. Субтитры подогнал «Симон»